В этом году в Кыргызстане 11 класс заканчивают 61 546 мальчиков и девочек. Министерство образования и науки издало приказ о проведении церемонии «Последний звонок» онлайн во всех регионах страны. Однако в некоторых муниципальных и частных школах Мишкека церемония все-таки была организована с учетом соблюдения санитарных правил. И все же любимые и долгожданные мероприятия учеников и педагогов прошли не самым традиционным образом. Минимум гостей и усеченное по времени торжество, если его можно так назвать, праздничная линейка с уже без пяти минут абитуриентами не могла обойтись без бантов, ленточек и колокольчика. Но, увы, обошлась без шумного капустника, гуляний и прочих радостей этого атмосферного дня. Где-то построение провели во дворе, в других школах в актовых залах, а где-то встреча не состоялась и вовсе. Есть школы, где объявлен карантин, а значит, двери учебных заведений и вовсе закрыты. Унынием и разочарованием из-за таких обстоятельств сегодня делились многие школьники, но не ребята из 71-й школы-интерната. 11 лет назад такие же нарядные, но еще совсем маленькие эти мальчики и девочки пришли в класс своей школы. А сегодня для них прозвенел последний звонок. Теперь уже юноши и девушки признаются, что и впрямь не заметили, как пролетели школьные годы. Их выпускается в этом году 88 человек. Поздравить выпускников приехал мэр Бишкека Бахтабек Кудайбергенов. Нам повезло, да, мы выпускники школ города Бишкека. Это весь день ворвов, весь день ворвов, весь день ворвов. В этом году в нашей школе выпускается 88 ученики. По сравнению с прошлым годом праздник посреднего звонка проходит в более или менее торжественной обстановке. В связи с эпидситуацией в стране мы провели мероприятие с соблюдением всех санитарных норм. Надеюсь, мои ученики получат высокие баллы на общереспубликанском тестировании. Было приятно, что мэр нашей столицы посетил именно нашу школу. Джархен Нурланова – одна из лучших учениц класса. Про таких говорят умница, отличница и просто красавица. В скором времени ее и одноклассников ждут экзамены. Она уверена, что сможет подтвердить свои пятерки и окончить школу золотой медалью. У меня очень смешанные эмоции. Я никак не ожидала, что так скоро закончу школу. Ведь только вчера мы сидели буквально с друзьями. Вообще, я очень рада, что закончила школу и иду на отличие. Так как впереди меня ждут очень интересные моменты, я уверена, впереди мне ждет более насыщенная жизнь. Я вообще поступаю на факультет экономики и управления. Хочу стать высококвалифицированным менеджментом, либо хорошим маркетологом. Мы ученики 71-й школы, 11-й Б-класс заканчиваем в этом году. Закончили уже. Вот. Очень грустно, печально уходить на такой ноте. Очень жаль, что в прошлом году многие выпускники не смогли этот праздник как должным образом отметить. Но нам очень повезло, что это получилось у нас. И спасибо. Данный формат проводится нестандартный. То есть у нас есть приказ Министерства образования, который мы также соблюдаем. Но есть комиссия ЧППК, на которой был внесен алгоритм проведения последнего завершающего классного часа в особом режиме. То есть завершающие классные часы проведены только для учеников 11 классов. С учетом соблюдения всех норм, разделены они были по классно. То есть это не было, как мы себе привыкли, полномасштабная линейка, последний звонок. Сегодня у нас в очень таком особом режиме работает вся столица. Все задействованные органы будут дежурить дружинники. Поэтому большая просьба соблюдать все меры предосторожности. На сегодняшний день запрещены массовые скопления людей, сборы, мероприятия, которые, возможно, кто-то из выпускников планирует в кафе, они также находятся под запретом. Поэтому к родителям очень большая просьба очень внимательно относиться к своим детям и сегодня принять все меры предосторожности. Сегодня в Кыргызстане в 2296 школах прозвучали последние звонки. Еще раз отметим, для кого-то вживую, а для кого-то удаленно. Поздравления в классной группе WhatsApp. В связи с запретом массовых мероприятий, церемонии в регионах страны также проводились в онлайн формате. С учетом того, что праздник один из любимых и долгожданных для обеспечения дисциплины в плане воздержания от массовых скоплений и соблюдения порядка, почти 3500 милиционеров по республике сегодня патрулируют города и населенные пункты, а также проводят рейды по общественным местам. Ширин Омурканова, Акзат Юлеев, НТС.